Крыша дома номер 52, корпус 3, расположенного на Советской улице в Голицыно, не только наглядное пособие для строителей, демонстрирующее, как не надо работать. На ней же можно узнать, как проводили кровельные работы в советские времена. То есть асфальт там, да? Асфальт, старые слои кровельные, опять асфальт. И плиты, соответственно, проломились, мы их подемонтируем полностью, делаем новый каркас. Новый подрядчик фонда капитального ремонта появился здесь сразу после того, как стало понятно, предыдущий со своими обязанностями не справляется. Его действия не избавили жителей от протечек, а наоборот усугубили ситуацию и привели к обрушению кровли. Сегодня работает на объекте качественный подрядчик, который, я уверен, в срок закончит работу. Это все сделает по технологии, с помощью уже современных конструктивных решений, балки, бетон, профнастил. Сейчас работы на крыше идут по плану. Ничто не должно помешать подрядчику уложиться в срок. А это значит, что 31 декабря ремонт должен быть завершен. Вы к нам обращаетесь, что нужна какая помощь? У нас этот дом имеет принципиальное значение. Мы еле прошлую зиму пережили. В это уже нельзя входить. После того, как строители покинут кровлю дома 52, корпус 3 на Советской улице, начнется ремонт в подъезде. Объем работ запланирован большой. Впрочем, он еще будет согласовываться с жителями. Ремонт входной группы. Идем по порядку. Заходим в подъезд. Это у нас окраска стен, потолков, замена светильного оборудования, заменный ремонт. И, соответственно, все проводка, прячем в короба. И, соответственно, наводим порядок со всеми проводкой. Так скажем, заменяем ящики почтовые. Всего же в этом году в Голицыно отремонтировали 23 подъезда из 66 запланированных. В работе находится еще 17. Но коммунальщики обещают, закончат все работы вовремя к Новому году. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Озенцова».